Настюха едет свой прыжочек Воу! Вообще нормально! В принципе в прыжках самое главное не очковать, потому что чем медленнее ты подъезжаешь, чем твои движения скованнее, тем меньше шансов, что ты вообще нормально выпрыгнешь или приземлишься. Ни фига! Настя скоро меня обгонит. У меня даже страшно ужас становится. Ничего, какие впечатления? Блин, ну просто когда меня обычно Паша снимает, я всегда падаю хоть как-нибудь. Пусть хотя бы я маленечко стояла на ногах, это радует. На большом более-менее. Ты уже как я прыгаешь в последнее время, когда не умел прыгать, когда ссал. Сегодня я перестал ссать и понял, что реально туда приземлять намного лучше. Ну да. А нет. Просто мы не летаем никуда, на самом деле. В душе ты как будто вообще в космос полетел просто. Да, ты подъезжаешь с Траблином, он как будто в космос летит. Ты как бы реально, ну это не так просто. В первые разы вообще кажется, что это невозможно заехать. Но на самом деле нужно просто не ссать. И когда ты перестаешь ссать, приземляешься на призему, то есть на вот эту вот наклоночку, все становится страшно хорошо. Настя сегодня молодец, красава. Ты тоже красава, а сегодня очень нравится. Мы красавы. Мы такие. Всю зиму на самом деле мы катались на сноуборда. Теперь это наша болезнь. Теперь это наше все. И мы хотим вам рассказать о том, что это спорт, это экстрим, это какой-то прекрасный вид деятельности. Не только для особенных людей, он для всех. Да. Если вы хотите начать, но боитесь по каким-то причинам или думаете, что блин, я наверно не смогу, там надо много денег, очень большие вложения. Это все не так. Я не умею, я только очень поворотливая. Это только отговорки. Если вы захотите, если вы хотите это сделать, это вообще легко. Поэтому мы сейчас прямо расскажем буквально четыре пункта, что нужно сделать для того, чтобы легко, быстро и почти бесплатно научиться и начать кататься на сноуборде и кайфовать от этого. Итак, первое, что нам нужна, одежда. Да, одежда. Самый простой вариант. Купить первую одежду, декатлон. Допустим, штаны вот эти, штаны. Вот эта курточка с надписью везде. Это декатоновское обмундирование. Насте мы купили на первый сезон. Стоимость штанов порядка 1100 рублей. Стоимость куртки 1200 рублей. То есть буквально 2000 рублей. Это костюм, который вы потом еще без проблем продадите. Не будете на шашлыки в нем ездить. Да, шашлыки вообще кайф. Вот, это первое оборудование, которое вам необходимо. Термоштаны, термофутболка, понятно. Все, мы купили одежду, которая якобы дорогая. Ее вообще там, все это вообще сложно слишком. Вот, 2000, 2000 рублей на человека в декатлоне. Термофутболки по 100 рублей тоже в декатлоне. Вот. Второе, что нам надо. Второе, это самое важное, это оборудование. Оборудование. В каждом городе, в котором есть склон, в котором есть гора, есть аренда оборудования в самом городе. Не пользуйтесь арендой, которая идет на склоне. Это полная фигня. Там дают стрёмное оборудование, там дают его задорого. Допустим, мы берем в очень хорошем сервисе. 100% есть такой сервис в вашем городе. Это сервис, где тематика, где именно сноуборды, где хорошие ребята, молодые, которые точно так же фанатеют по этому виду спорта. Они делают это качественно. Они делают это именно под вас. То есть, настройка вашего оборудования. Именно сами доски. То есть, это не какие-то там, допустим, стрёмные самые дешевые какие-то доски. Там есть хорошее оборудование, бёртон и так далее, которое действительно стоит хороших денег. В общем, ищите именно такой сервис. И всегда ищите именно людей. То есть, всё завязывается на людях. Потому что хороший человек. Именно как вот в таком сервисе у нас есть. Дима. И сервис называется... Вот здесь вся информация. Если кто в Перми, пользуетесь только этим сервисом. Это лучшее, что есть в Перми. Ищите такой же у себя в городе. И у вас всё будет замечательно. Оборудование, стоимость будет порядка 400 рублей на человека. Вот. Но, как я говорю, всё зависит от людей. И со временем... 500-600. Нет. Всё зависит от людей. И со временем вы найдёте варианты, как это всё сделать дешевле. По-братски и так далее. В общем, это тоже недорого. Третье, что нам надо, это добраться. Отмазка. Типа, ой, до гор добираться. Нужна машина. Нет. Смотрите. Прямо сейчас мы приехали сюда. Приехали с Настюхой. Спокойно. На автобусе 100 рублей стоит билет. В любом городе, если есть гора, есть автобус, который туда едет. И без проблем с автопарка, с автовокзала, всё удобно. Сел, поехал, поставил этот сноуборд. Ничего сложного нет абсолютно. Опять же, это отмазка. И ещё очень важный, кстати, момент мы пропустили с тобой, когда ты хочешь заняться сноубордингом. Я такой думаешь, блин, я не хочу брать в прокате, я сразу же куплю своё, я такой мажор, крутой. Нафиг мне это всё. Ты не разбираешься в этом, ты ни разу не катался, но ты уже хочешь своё обрудование. Это, я считаю, очень-очень большая ошибка. Потому что тебе нужно понять. Понять, к чему ты вообще, надо тебе это или нет. Возможно, это вообще тебе не твоё будет. Но на самом деле, если постараться, то это всегда ваше. Просто многие сливаются в самом начале, да. В самом начале очень сложно встать. Но об этом мы ещё скажем. И да, то есть попробуйте оборудование различное. В таких сервисах есть возможность это сделать. И потом понять, все доски разные, все крепления разные, ботинки разные. То есть мы вот долго искали эти ботинки, которые подошли нам, и Насте, и мне, и это Найки. Прикольно мы. Видите, такие модненькие. Та-та-ра-та-та. Та-ра-та-та. Мне ещё пока не понятно. Вот такие пироги. Следующее. Скипасы. 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 Вот, якобы дорого кататься на самой горе. Всё опять же зависит от людей. Всегда есть варианты, как взять скипас намного дешевле. Всегда есть люди, с которыми можно договориться. Первый раз, возможно, вы съездите на гору и, допустим, даже возьмёте инструктора. Вы первый раз почувствуете, что это дороговато. Но потом через этого же инструктора, которого вы брали, вы найдёте варианты брать этот скипас чуть ли не бесплатно. И, в принципе, сегодня мы истратили, чтобы покататься весь день. Получается оборудование 500 рублей на двоих. Искипасы. Искипасы 500 рублей на двоих на весь день. И дорога. Плюс дорога 80 рублей на 4, короче, 320 рублей. 1300 рублей мы весь день катаемся. И кайфуем. И кайфуем на двоих. Если честно, даже если бы это стоило тысячи четыре, когда мы ездим, да? Да. Мне почему-то вот на это не жалко денег. Мне реально почему-то не жалко. Вот на мои увлечения, на то, что мне реально нравится, мне не жалко денег. И я думаю, что вам так же. Набьёте деньги вы в любом случае, если вам не нравится. Короче, встаёте на доску, у вас ничего не получается, вы перебарываете себя и потом влюбитесь в этот вид деятельности. Это просто нечто, и мы уже, с которой, блин. Мы, короче, всю эту зиму тупо катаемся на сноуборде всё своё свободное время. Как мы пропали. Да. И Настя уже научилась кататься. А вы помните, какая она была телега? Во-во-во, вот они видела, как она ехала, встать не могла. Это у всех беда. Но сейчас Настюха уже готова ехать в Сочи и покорять большие трамплины почти. Ладно, поехали кататься. Хватит базарить. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...